Вятка Тудэй Вятка Тудэй Вятка Тудэй Вятка Тудэй Вятка Тудэй Вятка Тудэй Уже не первый день круглые сутки из трубы прямо посреди двора бежит горячая вода. О такой новинке нам рассказала Нина Ивановна. Давно открылся. Пятый день уже, в пятницу я побежала. Никто не делает. Приходили в субботу, походили, походили, ушли. Мы позвонили в Кировскую теплоснабжающую компанию, чтобы узнать, когда перестанет бежать эта горячая струя. На Короленко-6 бежит вода по трубе. Из трубы прямо во дворе. А когда сделают? Похранникам. Передадим в район, там дефектно страшно. Прошла ровно неделя. И что же изменилось за это время? Душ прикрылся, но открылся водопад. Жительницы дома уже устали бороться с этой водной бедой. Две недели без воды, вот в таких условиях. У нас дом и так зацепится, и вся вода идет под дом. Вся эта гниль потом к нам идет в квартиры. Во время нашей съемки, наконец-то, приехала ремонтная бригада. Жительницы сразу же поспешили выяснить отношения с рабочими. А у меня не бежит. Вызывайте ЖКО, значит? Они сказали, это теплосети тут нахимичили, они разморозили. Мужчина, пойдемте посмотреть мне, что это самое... Вызывайте свою ЖКО, обслуживающую организацию. Мы подали везде заявки, что у нас тут прорвало бежит. Ведь водопад натуральный, а в квартире нет воды. Есть. Вызывайте обслуживающую. Вызывайте обслуживающую организацию, ставьте трубу. Вот она, у вас стоит труба. Иди, проверай. Иди, труба, горячая, бежи. Иди, труба, горячая, бежи. Я не профессионал, мне надо вода, чтобы горячая бежала в кране. У меня ее нет. Вызывай свою компанию. Перекрывайте линтер, вы здесь. А вы скажите, вы сегодня будете это устранять? Устраняем. Сейчас. Как получится? Как думаете, к вечеру другой рабочий оказался более разговорчивым? А скажите, вы сделаете сегодня? Как вот, получается, на улице минусовать температуру. Ну и закрепим ответ. Вы сегодня постараетесь устранить все? Не знаю, как пойдет. Видите, погода-то вон какая холодная. Хотелось бы, чтобы пошло все как надо. То, что аварийная бригада приехала, это уже хорошо. Поэтому будем надеяться, что сегодня эту проблему устранят. Оксана Стяшкина, Максим Скачилов. Программа «Вятка Тудей». В минувшие выходные в нашем городе прошли соревнования по спортивной акробатике, в которой приняли участие совсем юные акробаты из разных районов нашей области. Оксана Стяшкина отправилась на эти соревнования и посмотрела на будущих звезд акробатических этюдов. Нет, это не дети хулиганят. Так проходит соревнование по акробатике. Самая главная задача акробатики – это вот какая? Она многие качества развивает, как говорят. Позанимался акробатикой, можно лететь в космос. Ага. Держишь, головой подскользнулся, колесо сделал, пошел дальше. Вот какой акробат считается самым крутым? Не знаю. Ну, тот, наверное, кто двойные крутит. А как вы подружки, типа, одноклассницы? Одноклассницы, да, и общаемся, да. А когда на дорожку вы ходите, то вы не зрустерники. Вы откуда? Из Вятских Полян. Почему Вятские Поляны круче, чем Киров? В Вятских Полянах там есть селезер Егор, который выступал на чемпионате мира. Почему доказываете Киров, то почему круче? А вот город нормальный, большой. У кого гибкость круче? Нет. Кто сможет? Все не может. Вятские Поляны, чем ответить? Все, кто их туда нашел? Три шпаката? Все, кто их шпакат. Как тебе в жизни помогает акробатика? Ну, самообороне. То есть, если кто-то тебе в темной берелке подходит? Можно использовать акробатику, чтобы обороняться. Кто не занимается спортом, они обычно такие вялые ходят всегда. А так на бедречке всегда. Почему там твои противницы тебя не любят? Ну, не знаю. Я не разговариваю с ними. Зачем? Что тебя привело в акробатику? Ну, у меня тренер мама и просто не знаю. Выхода нет, да? Ну да, выхода нет. Я уже многого достиг, но не всего, но многого. Полтора винта выкручиваю и делаю шляпки в переход. Никто здесь не делал четверное сальто вот в этой лонжи. И никто не делал здесь три винта на дорожке, хроме меня. Главное в акробатах это скромность, да? Да. Постигли все тонкости акробатики. Оксана Стешкина, Игорь Волосков. Программа «Вятка Тудэй». Аэрофотосъемки много не бывает. Это цитата из сборника лучших цитат Стивена Спилберга. Именно поэтому сегодня в рубрике «Стивену Спилбергу нравится, Спилберг улыбается» новая аэросъемка нашего города. Смотрите и наслаждайтесь. Спилбергу нравится, Спилберг улыбается. Спилбергу нравится, Спилберг яйцаون. Спилбергу нравится, спилберг aussi. Спилбергу нравится, Спилберг улыбации, спилберг. Спилбергу нравится, спилберг улыбая bum. Спилбергitiéellerюзано. Спилберг в мое б sharpener. Продолжение следует... 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 Щенки Лесси и Мотя – милые, любопытные непоседы. Им по три месяца, любят играть, очень ласковые, забавные, любят кашу с мясом, с курицей. Подойдут в любую семью, хоть с детьми, хоть бабушкам, дедушкам, хоть кому. Если вы хотите стать хозяином для Лесси или Моти, звоните по номеру 75-82-00. Сегодня 25 января, Татьянин день, праздник всех студентов. Александр Светлик, вооружившись микрофоном и огромным количеством кваса, отправился снимать квасный конкурс, раздавать студентам или бывшим студентам квас за знание студенческих хитростей. А кто не любит вятский квас? Посмотри скорее нас! Квасный конкурс! Время летит и меняет многое, но неизменно одно. Российские студенты как были веселыми и мудрыми, так ими остаются. Сегодня студенческую мудрость мы вознаграждаем вятским квасом. Это квасный конкурс. Поехали! Как звали папу ученого Михаила Ломоносова? Иванович. Михаил Иванович Ломоносов. Алексеевич? Не знаю. Нет. Ну как Ломоносова, Михаил? Давайте Владимирович. Михаил. Михаил Михалыч Ломоносов, получается. Михаил Ломоносов, я знаю, насчет папы. А чем папа его прославился? Только что папа был и все. Папа Ломоносов. Ну и пусть он будет. Как звали папу ученого Михаила Ломоносова? Сергей, по-моему. Чем прославился студент Родион Романович Раскольников? Что он? Работал. Что он много работал? И таким образом? Принес себе славу. Открыл какую-нибудь формулу. Расколол Олег Орехное. Убил бабушку. Чем прославился студент Родион Раскольников? Он убил старушку-проценщицу. Топором зарубил. Назовите самое страшное испытание студенческого посвящения. Ну мы, например, руками залазили кишки, потому что в сельхозе учимся. Тебя обмазать водичкой, ты должен из муки что-нибудь достать. На тазике вниз полезно. На пицце вдрызг. Выпить очень много вина. Сесть неизвестный предмет закрытыми глазами. И совершить чье-нибудь желание. Прямо сейчас ваш друг сдает экзамен. Да ругайте его. Ты плохой. Ты, я тебя ненавижу. Ты ленивая, скотина. Да он вообще просто придурок полный. Идиот какой-то тупой. Дебил. Ненормальный. Пип-пип-пип-пип. Ты не сдашь экзамены. Ты никчемный. Напишешь на двойку. Дурак неумный. Даже не могу хороших слов придувать. Серьезно не могу. Студент должен помнить еще и школьную программу. За 20 секунд вам нужно показать как можно больше физических явлений. Три, два, один. Центробежная сила. Так, центробежная сила. Центробежная. Вот идиот. Центробежная сила. Намагничивание. 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 Инерция. Инерция. По инерции. По инерции. Ну тоже, что там там. Инерция. Блин, что это такое? Гравитация. Блок, бежон. У-у-у, это куда-то надо лисеть. Трение. Внутри нет. Вот. Финиш. Все, все, молодцы. Ваш друг сейчас дает экзамен. Что нужно сделать? Поджечь урну. В туалете. Эвакуация. Какой ты нахлоченный. А кто не любит вятский квас? Посмотри скорее нас. Классный конкурс. И на сегодня это все, что мы для вас приготовили. Если у вас есть интересные новости, присылайте их в нашу редакцию. Электронная почта. Вятка.тудэй. Собакамейл.ру. Номер телефона 54-18-19. В студии же был Роман Корнеев. И это была Вятка.тудэй. Как новости? Только душевнее. Субтитры сделал DimaTorzok